Формула V-Line 6000 RGB Большой и тяжелый Full Tower корпус с пятью вентиляторами поддержки вертикальной установки видеокарты и салазками для жестких дисков Корпус поставляется в крупной картонной коробке и комплектуется набором крепежа для установки комплектующих, спикером, комплектом стяжек и бумажной инструкцией В первую очередь отметим, что данная модель относится к классу Full Tower и имеет достаточно крупные внешние размеры 54 на 53 на 23 сантиметра, а вес чуть больше 11 килограммов Шасси выполнено из стали толщиной 0,8 миллиметра Передняя панель пластиковая, с перфорацией для забора воздуха, крупной кнопкой включения и дверцей, за которой скрывается внешний отсек для устройств 5,25 дюйма Сверху от нее вынесены четыре порта, два из которых высокоскоростные стандарта 3.0, а между ними пара аудиоразъемов Если посмотреть на корпус сзади, то в глаза бросается 8 слотов для плат расширения и два вертикальных слота для вертикальной установки видеокарты Снизу под блоком питания предусмотрен съемный полевой фильтр Правая боковая панель металлическая, левая, из закаленного стекла и фиксируется четырьмя винтами с крупными головками с насечкой Их можно открутить голыми руками без использования инструмента Внутреннее пространство поделено на несколько зон Снизу расположена отсек для блока питания и корзина для жестких дисков с двумя салазками Сверху корзина для установки внешнего устройства, например, оптического привода Остальное пространство отдано под материнскую плату формата ATX или меньше Платы расширения и прочие компоненты В плюсы данного корпуса также можно отнести пять вентиляторов Два спереди и сверху оснащены подсветкой Еще один вентилятор без подсветки установлен с тыльной стороны Также отметим, что по обратную сторону поддона материнской платы Имеется три съемные металлические салазки для установки трех дополнительных накопителей Наконец, что касается совместимости с комплектующими То длина видеокарты ограничена цифрой 420 мм А про максимальную высоту процессорного кулера производитель ничего не говорит Но, судя по всему, сюда легко влезет даже достаточно крупный башенный кулер С несколькими тепловыми трубками Не говоря уже о системе жидкостного охлаждения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...